как увеличить длину стежка швейная машина компании zinger так но теперь возьмем в дешкой сбрызнем наш винт все это протрем так но также протерли нашу вилку протрем сюда тоже в дешке скопнем здесь вот на вилочке уже есть выработка так ну и ставим ролик так теперь устанавливаем нашу вилку переворачиваем вот так вот так и теперь смотрим нашу вилочку ставим роликом вот сюда в правую сторону видите и вот эта вот часть должна вот видите смотреть вот сюда вверх вот сюда вот на этот вал значит берем и туда на наш эксцентрик вот я приподнимаю и нам нужно попасть в эксцентрик теперь беру и вилочку видите вставляю вот сюда на наш эксцентрик нам нужно выкрутить наш регулятор длины стежка чтобы поставить его так вот видите я выкрутил и он у меня вот стал на место и теперь я его подвожу вперед закручиваю вот он у меня здесь держится теперь нам нужно вот эту направляющую завести вот сюда значит ролик который мы снимали нам нужно вот эту часть поставить на ролик а вот эту вот часть поставить в нашу поставить в нашу проточку вот здесь вот вот так вот должна стоять и винт будет закручиваться откручиваться и будет туда отводить нашу вот эту направляющую и к себе будет двигать туда-сюда я закручиваю до резьбы чтобы резьба вся зашла беру теперь вот это вот нашу часть завожу вот так вот с этой вот стороны опускаю суда здесь поддерживаю пальцем вот видите я завел ее так и теперь мне нужно попасть и заводим вот так вот виде вот он у меня сел на наш ролик и вот эта часть и вот эта часть у меня села на наш регулятор длины стежка в паз все это мы выставили теперь нам нужно взять наш винт и закрутить вот сюда значит сначала мы ставим нашу шайбу она должна усиками зайти туда и ставим винт и нам здесь нужно попасть вот смотрите видите я пальцем двигаю она у меня двигается и теперь я попадаю винт чтобы винт у меня попал в резьбу так попробую взять кончик вот так вот пинцетом и попробуем с этой стороны вот так вот взять и посмотреть что у нас где там так нашел отверстие так вот раз и все и затянулось так теперь берем закручиваем винт так и пробуем крутить вот этот винт вы регулируете слабо ту же чтобы шел у вас регулятор если вы отпустите его то он будет идти слабо можно чуть-чуть подтянуть ну чтобы регулятор он должен быть чуть-чуть потуже быть вот и буквально чуть-чуть подтянули и смотрите как вам будет удобно регулятор крутить но я вот отпущу сделаю слабо это так чтобы и конечно чтобы на толщине у вас не прыгала длина стежка ну вот довольно таки нормально крутится все здесь мы поставили теперь мы берем переворачиваем и ставим и ставим нашу вот эту вот часть ставим винт эксцентричный так сюда можно маслечко капнуть можно выдвижки так вот я ставил и теперь мы ставим гайку так теперь ставим пластину берем закручиваем винт так ну и теперь смотрите нам нужно отрегулировать положение видео я кручу и у меня вот длина стежка и у меня вот здесь вот цепляет уже вот видите краю вплотную значит мы регулируем регулируем вот этим винтом поставили на большую длину стежка и смотрим регулируем как у нас двигаются наши зубья так смотрите видите вот регулируем значит я ставлю на большую длину стежка ведь и я уменьшаю так и смотрим видите раз упирается здесь не доходит значит мы здесь подрегулируем вот так вот чтобы у нас вот здесь вот он ну буквально совсем чуть-чуть не доставал видите вот смотрите чтобы не цеплял нашу пластину так как у нас здесь отверстие здесь возле отверстия игольной пластины растачивать нельзя только заднюю часть значит вот в таком положении я беру и зажимаю гайкой наш винт винт держу чтобы он у нас не ушел и ключик надеть поджимаю вот так вот так смотрим раз 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 значит я выкручиваю винт вот у нас длина стежка которая была по резьбе видите и теперь я закручиваю закручиваю винт смотрите видите вот значит проверим ставим лапку так ставлю и волку так и волка у нас проваливается мы хорошо это мы все потом сделаем выставляем наш регулятор как у нас он был изначально вот резьба зашла все и теперь пробуем здесь так ставлю и кручу так смотрим нашу длину стежка так ну здесь у нас длина стежка 3 миллиметра по моему было три с половиной так ну вот здесь вот три с половиной три с половиной вот так и теперь ставим рядышком и проверяем так делаю на максимальную закручиваю так ну не знаю что то немножко громыхает машинка ну что то вот смотрите длина стежка 6 миллиметров так ну попробую вот до конца до упора закрутил у нас здесь уже просто пластину нужно растачивать будет до пластину нужно растачивать вот спереди она проходит нормально а задняя часть видите упирается значит если расточить пластину то у нас длина стежка увеличится еще ну вот максимальная кручу поставил так вот смотрите ну вот 6 с половиной миллиметров длину стежка мы увеличили единственное что можно попробовать еще сзади подпилить игольную пластину под вот эту часть и под вот эту вот часть чтобы если мы сделали еще больше длину стежка чтобы она у нас не цепляла и не стучала вот она сейчас даже вот в этом месте она заедает вот я уменьшаю длину стежка вот она вот пошла легко видите значит это все подгоняете игольную пластину значит на этом пока все проверять мы машину будем как сделаем полностью так ну что я могу сказать этот способ конечно сложноват для многих так как нужно разбирать разобрать то легче снятие вот этот наш регулятор поставить конечно намного сложнее ну тем не менее для тех кому это сложности не составляет труда может сделать так ну а кому это сложно будет значит можете сделать прямо на машине вот такими способами ну значит это можно сделать напильником надфилем и вот таким вот манером все это пилить значит это будет долго и нудно ну вот так вот можно вот таким способом на этом пока все продолжение следует до следующих встреч и с на а с